15 часов 35 минут в Москве. Один из самых влиятельных лидеров арабского мира, эмир Катара Хамад бин Халифа Аттани, отрекается от престола. Об этом стало известно накануне. Сообщение передал панорабский телеканал Аль Джазира Эмиру Хамаду в 61 год. Власть он передает своему 33-летнему сыну Тамиму в самое ближайшее время. Отмечу, Эмира Хамада называют архитектором арабской весны, придя к власти в 1995 году. Кстати, в результате переворота он сделал из крошечного Катара, населения страны всего 280 тысяч человек, процветающую Ближневосточную империю. Обсудим тему на прямой связи со студией Евгений Становский, президент Института Ближнего Востока. Евгений Янович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что скажете, почему Эмир Хамад отрекается? Ведь он по любым меркам в самом расцвете лет. Смертельно боленый, осталось ему немного. Это хорошо известно. Поскольку он узурпатор, отца веден сверх, добрая половина семьи полагает, что власть должны получить какие-нибудь представители боковых ветвей. Пока силен, пока может сам отдать власть сыну и проследить за тем, чтобы тот ее принял твердой рукой, он это и делает. То есть в стране в любом случае может начаться борьба за власть? Борьба за власть в ромках подковерной битвы ветвей царствующей семьи это одно. А борьба за власть с уже назначенным правителем, которому вручил власть отец и проследил, чтобы все его конкуренты были купированы, это совершенно другое. А в принципе, как относится к нынешнему правителю Катара и к преемнику? Я так понимаю, народ очень любит его, судя по сообщениям в Твиттере. Если у вас меньше 300 тысяч человек, а на вас работает полтора миллиона гастарбайтеров, ну так вот, народу мало денег, много чего же не любить правители. Как вы считаете, новый правитель Катара, он продолжит линию отца в плане политики? Как говорил Горбачев, углубит и обострит. Он очень амбициозен. В значительной мере агрессивная политика Катара в Сирии, зашкаливающе агрессивная, это следствие интриг принца Тамина. То есть он уже играет активную роль? Он играет достаточно давно, при поддержке своей матери, весьма амбициозной шейхи Музы. Но матушка, передающая власть своему собственному сыну на Ближнем Востоке, вполне известный со времен Аттаманской империи феномен. Во всяком случае, технократ, премьер-министр Шейх Джасем от Тани, куда более соответствовал облику мирного правителя аравийской монархии. Принц Тамина, абсолютно неукротим, амбиции у него бешеные. И что может начаться? Еще более серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке и в арабском мире, в принципе? Как минимум, для России еще более серьезная конкуренция с Катаром на европейском и дальневосточном рынке. Давайте не забудем, что добрую четверть этого рынка Катар у Газпрома уже отнял. Ну а дальше подглядим. Во всяком случае, сейчас Катар успешно подставил Саудовскую Аравию передави основные ниточки управления сирийским досье, поскольку Дамаск, похоже, отбивается успешно. Но зато на палестинском, суданском, египетском, других направлениях будет брать свое. В принципе, Катар это такая страна, которая, ну, как мне кажется, ведет политику, что называется, и вашим, и нашим. Там, с одной стороны, неплохие отношения с западными странами, а с другой стороны, поддерживает Талибан, Хизбалу. Это действительно так? Хизбалу нет, Хамас, да. Хизбалу поддерживает Иран. Это террористы шиитские, а Катар поддерживает сунитских террористов. Но это же ваххабитское государство, как и Саудовская Аравия, только помягче, ближе к американцам. Страна пришита к крупнейшей на Ближнем Востоке американской военной базе, поэтому трогать ее не рекомендуется. Катар ведет агрессивную и достаточно хитроумную политику, поддерживая экстремистов по всему исламскому миру, и при этом успевая свалить всю вину за теракты в Америке на ту же самую Саудовскую Аравию. Вот вы сейчас говорили о том, что супруга нынешнего эмира активную роль в политике играет. Получается, может быть, это она и будет своего рода регентом, то есть серым кардиналом? Женщины вообще очень активны на Ближнем Востоке в политике. Хотя казалось бы, это парадокс, судя по тому, что происходит в принципе официально. А чего ж тут парадоксального? Роль гарема никто не отменял. Гаремов уже нет, а роль осталась. Точно так же в Сирии огромную роль в сегодняшней ситуации играет матушка нынешнего президента, вдова Хафиза Аляса, ну и, естественно, во всех остальных странах арабского мира. Роль женщин куда выше, чем это принято считать. Евгений Янович, благодарю за Ваш комментарий. Президент Института Ближнего Востока Евгений Становский был в прямом эфире.